Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи на канале Канал Мудрости и Коллектора и продолжаем знакомиться с книгой Тани. Сегодня мы рассмотрим с вами восьмую главу этой книги, подведя коротенький итог предыдущим двум главам. Итак, в прошлый раз мы определились, что душа, чистая, высокая душа опускается в этот мир и начинает заниматься работой в этом мире, соответственно, касаясь нечистот и всего, что есть в нем. И как этого избегать, то есть что происходит при этом. Но что же все-таки произошло, если действительно в ходе нашей жизни и работы мы что-то, не дай бог, нарушили? То есть, или даже, не дай бог, коснулись чего-то запрещенного, то есть приняли, сделали что-то запрещенное, съели что-то неразрешенное, или сделали что-то запрещенное, или, наоборот, не сделали то, что нужно. То есть, если сделали такое, из вещей, как мы говорили, запрещенных, или, как мы называли, хасурим связанных, которые невозможно нам извлечь из них искру святости, то мы говорили уже, что опускается эта искра, эта святость опускается опять в эти черные клепот, кроме того, туда опускается и та духовная энергия, которую мы затратили для того, чтобы это сделать, как в любой вещи у нас основывается, все это духовная энергия. А если мы сделали что-то, да, из разрешенного, но, опять-таки, не во имя Всевышнего, а потому что нам так хотелось, да, вкусненько поели, кошерное, только потому что хотели вкусненького, там, почитали книжку только потому, что хотели расслабиться, не просто так вот захотелось анекдот приятный послушать, просто посмеяться. В кино сходили не потому что, как успокоить нервную систему для служения Всевышнему, а просто так, посмотреть хороший фильм. Тогда, то есть, у нас не было никаких оснований служения в том, что мы сделали из разрешенных вещей. В конце концов, мы, как бы, раскаялись, да, осознали, что поступок этот неверный, ненужный, он неэффективный, неправильный, и теперь мы кушаем, смотрим, гуляем, работаем, все это стараемся делать во имя Всевышнего, то есть, как было сказано, да, сделали чуву. И даже повезло нам, мы сумели сделать чуву из зомка да либо, то есть, из глубины сердца, и тем самым даже сумели каким-то образом поднять даже те запрещенные крупицы, которые упали очень низко, потому что чува была очень глубокая. Дай Бог, чтобы кто-то этого застоился, не зная, насколько это реально в сегодняшних наших силах, но дай Бог. Что же дальше? Дальше Алтаребе говорит нам, есть все-таки несколько вещей. Даже после того, как мы сделали чува, даже после того, как те искры святости, которые остались в клепат нога, да, из-за того, что они были сделаны без правильных намерений, теперь они поднялись и заняли свое достойное место в мирах святости, тем не менее, на душе и в нас остается то, что называется решимо. Решимо – очень интересное слово. Решимо, с одной стороны, это можно перевести как впечатление или как след. То есть, остается какой-то отпечаток на нас от неправильного действия. И вот окончательно этот отпечаток снять – это уже происходит после того, как душа покидает тело. После 120-ти душа возвращается, человек, скажем, умирает, душа поднимается, и вот тут происходит вот эта вещь, снятие этого решимо. Каким образом? Алтаребе говорит, что Альпика Бола, Альпина, значит, тайных сведений. То есть, есть несколько этапов. Есть то, что называется встряска в могиле. Хибута Кевер. Встряска в могиле. Назовем это так. Опять, пожалуйста, только понимайте, что это абсолютно условные названия. Это не значит, что кого-то там берут за руки, за ноги и трясут в могиле. Это условное название. Происходит какое-то действие, которое как встряхивание. Знаете, если помните, когда-то для выходцев из бывшего СССР, вы помните, неизменным атрибутом каждого еврейского дома и каждого культурного дома был ковер. Обязательно должны быть ковры. Чем ковер был лучше, тем считалась семья зажиточней. Но эти ковры, как бы, даже пылесосом убрать было тяжело. Поэтому что делали? Чтобы окончательно выпить из них остатки пыли, что выносили во двор, помните, вешали на веревку и такой специальной палкой выбивалкой. Из них выбивали остатки пыли. То есть встряхивали их так, чтобы все из них ушло. По аналогии с этим, скажем, вот это можно назвать. То есть остаточные вот эти следствия, налеты, которые оставили на наши нехорошие, неправильные поступки, потом могут быть сняты встряской. Вот такой операции называется встряской могиле. По аналогии. Опять-таки, как это происходит, не знаю, не могу вам сказать. Человек не запоминает это, но это есть. Есть же еще, кажется, более какие-то тяжелые случаи. Когда необходимо, то есть если человек занимался, как говорит нам Тора, вещами, которые уже меньше связаны с телом, больше связаны с разумом, скажем. То, что мы говорили в прошлый раз, швейцарство, хвастовство, пустословие, какие-то, как говорила моя бабочка, песты мансы, с пустые разговоры, ничему не связаны, ничего не привязаны. Тут, оказывается, еще сильнее, тут страшнее. Тут нужна будет то, что называется кафакела. Кафакела – это как бы стрельба из пращи. То есть, как будто говорят мудрецы, что как бы душу человека кидает из мира в мир, как бы его раскручивает и кидает из мира в мир, для того, чтобы вытрусить из него вот эти остатки от этих глупых мыслей. И если же, не дай Бог, еще более того, человек пренебрег изучением Торы. Вот что, почему самое страшное. Человек пренебрег изучением Торы. Человек вместо того, чтобы учить Тору, не потому, что не хватало времени, а вот вместо того, чтобы учить Торы, он шел и увлекался философией какой-то, не знаю, пусть даже наукой, но не потому, что это была его специальность, увлечение, хобби, неважно что. Загружал свой мозг не Торой. Вот тут, оказывается, есть уже более серьезные вещи. Тут Тора говорит, даже если ты сделал Чуву, даже если потом ты исправился, исправить вот это время, потраченное зря, когда мог бы изучить что-то, из Торы и не изучил, тут придется опускаться в то, что называется в русском языке ад, гейном. Хотя на самом деле, то, что в иудаизме называется ад, больше подходит, если говорить об аналогии с русским языком, и с параллельной конфессией, то, что называется чистилище. На самом деле, как бы в еврейской традиции ад, это то, что очищает душу. Это не просто какие-то пытки, мучения, всегда рисуют какие-то асфальтовые котлы, где поджаривают грешников. Нет, речь идет не со всеми этого. Это да, место, в котором действительно душа страдает, да, но это только для того, чтобы как бы очистить из нее вот это наносное ненужное. Поэтому, говорят мудрецы, что очень важно для нас заниматься в это свободное время по возможности, по силам посвящать Торе. если мы отдаемся изучению других предметов каким-то академическим знаниям просто так, а не во имя того, чтобы это стало, скажем, твоим инструментом заработка, как это было у очень многих мудрецов, там, у того же Рамбама или Рамбана, которые занимались, скажем, обычными науками, но делали это не просто так из-за увлечения, а для того, чтобы, скажем, правильно знать астрономию, чтобы рассчитать правильно новомесячие или какие-то еще даты, и для того, чтобы понять, когда будет высокосный год и невысокосный, скажем так, когда изучали медицину для того, чтобы лечить людей во имя служения Всевышнему, то есть, когда мы изучаем, как сегодня говорят хелланические, вольные науки для того, чтобы это был инструмент заработка или необходимость использования в работе, это нормально, это уместно, но когда мы посвящаем эту жизнь вместо того, чтобы посвятить Торе, то потом приходится в конечном итоге очищаться в таком вот частилище в аду, гееноман, называется, как говорится, дай Бог, чтобы все его миновали. Это то, что подводит и то, как вот описанию того душа и ее спуск в тело. Итак, душа приходит от мир, у нее четкая задача, мы инструмент реализации этой души, если мы не делаем все как правильно, то необходимо крайней мере исправить, а в конечном итоге даже придется, скажем, его и почистить такой своеобразной им числи. Но что, желаю всем мирного неба, доброго здоровья, хорошего настроения, и чтобы нам не пришлось много очищаться потом, чтобы наша жизнь была прямая, правильно, как положено. Будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова